В Ростове открылся магазин, где каждый может арендовать полку и торговать чем пожелает. Хорошая новость для малого бизнеса. Здравствуйте в студии Артем Тарасов. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы планируем собрать 380 комплектов подарков. Это комплект подарка на каждого бабушку, на каждого дедушку. Губернатор Василий Голубев станет лично контролировать цены на лекарства. Поручение Дмитрия Медведева. Из федерального бюджета субъекты получат на всех 16 миллиардов рублей для увеличения количества медикаментов, отечественного производства и компенсацию расходов на закупку импортных препаратов. Если говорить о процентах, принципиально важно предотвратить дефицит лекарств и, естественно, бороться с необоснованным ростом цен на эти лекарства, особенно в так называемом регулируемом сегменте. В регионе льготными лекарствами обеспечиваются больше 84 тысяч человек. В этом году на эти цели выделят больше 1 миллиарда рублей из областной казны. Милосердия без границ медики Донбасса остаются в Новороссии, чтобы помочь бойцам и мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик. Наши коллеги из Новошахтинской телекомпании «Несвятай» побывали в украинском Перевальске и пообщались с одной из медсестер городской больницы. Города Донбасса страдают не только от обстрелов, отсутствия воды и света. Больницы захлёбываются от потока раненых. Кто-то из врачей уехал от войны. Кто-то не захотел ходить на тяжёлую работу, за которую давно перестали платить. Зато те, кто остался, совершают настоящий подвиг. «Здравствуйте. Я вам выдаю индивидуальный пакет. Это перевязочка, кровоостанавливающий гицинон для ампулки. Сами всё знаете, прекрасно объясняли, как пользоваться». Каждое утро медсестра Наталья спешит в госпиталь проведать раненых бойцов Казачьей национальной гвардии, собирает сведения о вновь поступивших пациентах. Наша Наташа, так говорят про неё жители Перевальска, всегда выслушает и поможет. Наталья знает, физическую боль можно вылечить, ослабить. Вот только душевные раны жителей Донбасса будут заживать ещё очень долго. Молоденькая медсестра из Красного Луча Луганской области могла уехать вместе с мамой в Краснодарский край, подальше от войны. А она приехала в Перевальск. Конечно, это не всегда легко, но мы стараемся, делаем всё, что можем. Форма для луганских кадет от донских казаков. Российские учебники и мебель также отправятся в кадетский корпус ЛНР. Кроме него планируют открыть ещё четыре подобных учебных заведения в республике, рассказала ректор Первого российского казачьего университета Валентина Иванова. Луганские выпускники-сироты по окончании учёбы получат дипломы, которые станут действительны как в России, так и в других странах, например, в Китае. В свободном доступе история, классическая литература, точные науки. Осиротевших детей принимают в казачьи корпуса – Красный Луг, Антрацит, Свердловск, Краснодон. Эти города первые в списке реанимации казачества на юге-востоке Украины. Первая партия казачьей формы скоро отправится в Украину. Кадровый состав будущих офицеров республики пополняют, как и положено, пятиклассники. Подписание договора с Россией подтверждает законность двойных дипломов. Тяга к знаниям школьников сильнее артобстрелов. Учебный процесс зачастую подвергается и обстрелам, и есть и разрушения. Довольно-таки большие обширные территории на сегодняшний день. Это Славино-Сербский район, это Первомайск, Кировск. На данный момент на территории республики больше 200 тысяч учащихся. Появление выбора для будущей профессии открывает перед ними новые двери. Первые посвящения учеников-кадеты пройдут уже в этом месяце. Сергей Мирошниченко, Анастасия Кованцева, Сергей Зайцев. Главное новости. Тем временем бессмертный полк Ростовской области формирует музыкальный взвод. Идея пришла детям и внукам фронтовиков. Напомню, в полку идут те, кто помнит и чтит своего ветерана, деда и прадеда. В руках участники несут фотографию солдата Великой Отечественной в колонии главного парада города. Сейчас организаторы шествия набирают музыкантов, гармонистов, баянистов и гитаристов. Условия участия необходимо знать мелодии и песни военных лет. На прошлый бессмертный полк мы аж голос сорвали, так вот пели вот эти вот замечательные, полюбившиеся всем нам песни и Смуглянку, и Катюшу, и огромное количество песен военных лет. Но не хватало музыкального сопровождения. Не хватало вот баяна, гармошки, гитары, то есть простых наших народных музыкальных инструментов. В музыкальный взвод возьмут всех желающих. Инициативу ростовчан поддержали и другие города страны. О начале поискового сезона подготовки бессмертного полка к празднованию юбилея Великой Победы о музыкальном взводе расскажет руководитель поискового объединения МИУС Фронт Андрей Кудряков. Интервью смотрите сразу после выпуска новостей. Ростовские волонтеры собирают подарки для людей самого почтенного возраста, которые живут в интернатах. Акция посвящена Дню Защитника Отечества и прекрасному женскому празднику. Добровольцы поздравляют пенсионеров из 10 интернатов. Всего 380 человек. В списке подарков – открытки, шоколад и средства личной гигиены. Можно не только передать подарки, перечислить деньги на счет, но и поучаствовать лично. Мы будем рады видеть новых людей в наших рядах. В Ростове открыто 8 пунктов сбора подарков. Подробную информацию, контакты и номер банковской карты можно найти в социальных сетях. Он выстоял блокаду и дошел до Берлина. Ветерану Великой Отечественной из Каменско-Шахтинска вручили памятный знак в честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Петр Енюхов прошел всю войну от июня 41-го по май 45-го. Воевал на Первом Украинском, Волжском и Белорусском фронтах. День Победы ветеран встретил под Берлином. За свои боевые заслуги был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, медалями за оборону Ленинграда и взятие Берлина. Теперь к ним добавилась еще одна награда. О других новостях районов сообщение с мест. Вакансии особого назначения. Новошахтинский центр занятости помогает трудоустроиться людям с ограниченными возможностями здоровья. Каждому безработному инвалиду занятия подбирают индивидуально. В учреждении разработана специальная программа. В минувшем году с ее помощью работу нашли 9 человек. Кроме того, центр занятости возмещает работодателю затраты за организацию рабочего места. В селе Мальково-Калитвинском разгорелись жаркие ледовые баталии. За хоккейный кубок главы Чердковского района боролись сразу пять команд из Вешенского, Кашарского, Чердковского районов и гости из Кантемировки и Богучар Воронежской области. К сожалению, данские хоккеисты не смогли побороться за главный трофей. В чисто в Воронежском финале команда Кантемировки одолела коллектив Богучар. Бронза у спортсменов Чердковского района. Жители Матвеева-Кургана могут увидеть сокровища Южно-Китайского моря. Там открылась уникальная выставка морских раковин. В экспозиции более сотни экземпляров из частной коллекции. Большой популярностью выставка пользуется у маленьких посетителей. Воспитанники детских садов приходят сюда целыми группами. За неделю с сокровищами Южно-Китайского моря познакомились около ста человек. Смотрите во второй части выпуска. Хочу учиться, нет денег, что делать? Ответ на страницах донских газет. Польская зима, снег в Ростове и Таганроге. Если у кого-то мурашки по хребту во время спектакля, на долю секунды побежали, все, наше дело сделано. Лучшие из лучших донские кикбоксеры держат удар на родине Олимпийских игр. Финальный бой в 69 килограммов по поясам с греком, он был очень серьезный. Наша служба новостей продолжает рассказывать вам о главных событиях Дона. В Ростове стражи порядка задержали 38-летнего уроженца Дагестана, который по телефону сообщил полицейским о намерении взорвать ЖД вокзал. Телефонного террориста удалось вычислить и доставить в отдел транспортной полиции. На время операции пассажиров и персонал вокзала эвакуировали. После задержания полицейские взрывчатку так и не нашли. Однако уголовное дело возбудили. К другим темам. Цифровое телевидение осваивает Каменск-Шахтинский. Пока оборудование вещает в пробном режиме. Напомню, существует три способа передачи нового ТВ. Кабель, спутник и наземный эфир. Речь о последнем. Технология предусматривает использование специальных приставок размером с книгу. Жителям Каменска стали доступны 10 дополнительных каналов в цифре. Высокое качество картинки, многопрограммность, четкость цвета и возможность приема сигнала в любом месте. Поймать новые каналы можно будет только после перезапуска отдельного телевизионного приемника. Это лучше сделать самостоятельно автонастройкой, советуют эксперты. Специалисты отвечают только за передачу сигнала. Трансляция будет вестись на 56-м 10-метровом канале. Кое-какие наладки делать, то есть отключения возможны. Тем более, они не только у нас идут, отключения, они даже на передающем центре в Москве. В прошлом году бесплатные общедоступные теле- и радиоканалы пришли в 8 городов. Ростов, Волгодонск, Таганрог, Шахты, Каменск, Новочеркасск, Сальск и Новошахтинск. Сейчас идет плавное подключение второго мультиплекса. Решается вопрос по региональной вставке в первом мультиплексе. Надеюсь, что в этом году все-таки правительство Российской Федерации определит порядок вещания региональных вставок. Министр информационных технологий и связей отмечает, цифровое телевидение внедряют и путем реконструкции, и путем строительства новых объектов. Например, в 2014 году таких создано больше 40. Валентина Назаренко, Станислав Фоменко, Главные новости. Добавлю, в этом году в планах правительства области охватить цифрой весь регион. Своим мнением о приходе нового телевидения в Домодончан поделились сами жители области. Те, кто уже используют специальный приемник, а также и те, кто по-прежнему верен телевизору с аналоговым сигналом. Подключено цифровое телевидение, и чаще всего мы с ними смотрим первый канал, Россию, СТС, ТНТ. Качество, картинка, программы хорошие, все отлично, только радуют эти каналы, и чтобы побольше этих каналов было. У меня нет цифрового телевидения, очень хотел бы, чтобы мне его подключили, да. Потому что я хочу быть в курсе информации, уверен, что оно качественное, наверное. Для тех, кто век самых высоких технологий, по-прежнему верен печатным изданием, наша новая рубрика со страниц Донских газет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Их называли 11-ю жемчужинами Российской империи. Светлый путь Багаевского района рассказывает о судьбе Донского казачества, а также объясняет, почему ветераны стеснялись надевать ордена после войны. Куда идти учиться, если не удалось накопить денег? Газета информирует о льготах и социальных гарантиях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы получать выплаты на приобретение жилья, нужно знать определенные условия. Их опубликовали в свежем номере сальского издания. А также, почему спасатели проводят много времени водоемов и как животные могут улучшить почву перед пассивной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Ростове и Таганроге пройдет снег. Это не прогноз погоды, речь о нашумевшем спектакле польского театра в Москве. Некоммерческий международный проект на Дону впервые. Постановка полностью на польском языке. Перевод только на электронном табло. По словам режиссера, это поможет зрителям понять и прочувствовать игру актеров. Если у кого-то мурашки по хребту во время спектакля, на долю секунды побежали, все, наше дело сделано. А если это еще длится не пару секунд, ну так вообще мы тогда на Олимпе будем. Спектакль «Снег» лауреат фестивалей в Польше, Литве, Германии, а также Украине. Несмотря на то, что постановка некоммерческая, вход платный. Как нам пояснили организаторы, деньги идут на содержание труппы. Донская премьера, кстати, спектакля пройдет в Театре Горького. И в продолжение культурной темы. Сталкер в Ростове, в Донской столице, покажут российские фильмы-призеры фестиваля, которые не выходят в общий прокат. Благотворительная акция стартует 11 февраля. Она продлится пять дней, вход свободный. В областном доме журналистов в Дончане увидят документальные ленты, в публичной библиотеке художественные фильмы. Фильмы можно смотреть и на компьютере, и на телефоне, где угодно. Но все равно ничто не заменит вот этого коллективного сопереживания, когда весь зал смотрит фильмы, и если он затрагивает всех, то это вот просто в воздухе витает вот эта вот атмосфера. После просмотра зрители смогут задать интересующие вопросы создателям фильмов в Южную столицу. Представлять киноленты приедут актеры и режиссеры. Напомню, фестиваль «Сталкер» посвящен фильмам о правах человека. Не хуже, чем в кино. Кубок мира с греческим отливом в Донской столице. Ростовский кикбоксер Андрей Лебедев в составе сборной страны завоевал престижный трофей на турнире в Афинах. Больше 20 стран участниц, сильнейшие представители которых в течение нескольких дней выявляли лучших. Наш спортсмен не затерялся в элите мирового кикбоксинга. В финале командного первенства сократил отставание. Напарников и в решающий момент добыл победный бал. Затем отстаивал честь страны уже в личном зачете. Финальный бой в 69 килограммов по боесам с греком был очень серьезный. К сожалению, я проиграл в этом бою ввиду травмы. Травма помешала Андрею стать первым. Вдобавок ко всему, грек тяжелее ростовчанина на 8 килограммов. Итог – второе место. Еще одно серебро в личном зачете нанской спортсмен завоевал, выбив из сетки турнира бойцов из Греции, Италии и Болгарии. Было очень много боев, которые были реально очень равные противники. То есть это было и дополнительное время, и даже было до первого технического. То есть кто первый попадет, тот победил. То есть вот так было, и соответственно, это нервы были на пределе. К слову, на недавнем чемпионате России 15-летний Андрей Лебедев завоевал бронзу. Такой запомнится среда. Эти и другие новости доступны на сайтах Югрегион и ЮгМедиа.ру, а также в эфире радиостанции Тихий Дон. Вам есть что сказать? Тогда пишите нам по адресу в Ростове, проспект Кировский, 40А. Звоните по номеру 200 ровно 2515. В студии был Артем Тарасов. До встречи в эфире завтра в 20 часов на телеканале Южный Регион Дон. Одежда ведущему предоставлена магазином Пьер Корден.